Субтитры сделал DimaTorzok Если я скажу все твои смс-ки, то ревнивый не я. Ой, ну вот это вот! Можно зачитать? Нет, да, лучше не надо. Скоро ли свадьба самого знаменитого холостяка России? Я говорю, я жену. И какой сюрприз золотой голос подготовил зрителям сегодня вечером. Обалдеть. Ой, я иногда смотрю и думаю... Какой же я красивый. Да нет. Доброе утро. Сегодня мы листаем семейный альбом Николая Баскова. Наверное, я должен бы искать семейный альбом Николая Баскова и Софии Кальчева и Вальдемара, но вы пока еще не семья. Ну почему? Почти. Почти мы на... Как это говорится? На зачатие. На пути? Ой, на пути. На зачатие? Вот это интересно. Сейчас сдрогнули зрительницы просто про зачатие. Попрошу поподробнее. Ой, ну что же вы сидите? Ну вы же не стесняетесь, вы кушаете. Так приборов нет. То зачем приборы? Да прям так, у рука, ну так вкуснее даже. Вы же все свои, как родственники. Про Вальдемару расскажите. Появился он у нас полтора года назад. Мальчик у нас хороший, воспитанный. Сказали, что у него был очень интеллигентный папа, дедушка. Спокойный, играет с детьми, с Николаем, со мной. Кушает. Ну вот, как и вот Николай есть у них вообще выборочно. Вот что-то нравится, что-то не нравится, поэтому... То есть ты не с котом сравнишь? Нет, ну как с любимой. Кстати, очень лестное сравнение, я считаю. Нет, ну тут другой вариант. Мне позвонила как-то Настя Макива, говорит, слушай, я видела, что у вас кот такой же. Я говорю, слушай, я ничего в этом не понимаю, позвони Соне. Она позвонила и говорит, слушай, София, вот у меня кошки надо как-то... На две белых. Да, надо как-то соединить, говорить так, как мы родственниками, так у нас не получится стать. Благодаря котам, может быть, мы будем дружить с семьями. И не получилось, не захотел, шипел. Да, шипел, и не очень они ему понравились. А Николай на вас шипит, конечно? Ну, конечно, бывает. Бывает. Бывает.